В регионе она действует уже шесть лет. За это время из ветхих домов в новые квартиры переехали почти 11 тысяч человек. На 2015 год на переселение кубанцев из аварийного жилья потратят больше полумиллиарда рублей. Половина – это деньги Федерального фонда ЖКХ. Для региона это огромная поддержка. Поблагодарил за сотрудничество председателя фонда Вениамин Кондратьев. Ведь каждый день количество нуждающихся в улучшении жилищных условий растет. На начало этого года аварийными признаны 156 домов. Живут в них больше трех тысяч человек. Сергей Степашин, в свою очередь, положительно оценил выполнение президентских указов на Кубани. Краснодарский край ни разу программу не срывал. В прошлом году переселили почти 2 тысячи человек, в этом году больше тысячи. В следующем году и программа будет выполнена. Поэтому мы работать будем вместе. Ни одной бюджетной копейки, которую мы выделяли, не разворована, что очень важно. И второе, безусловно, все средства, которые фонд обязался передать краю, будут переданы. Решение президента и личная позиция Сергея Вадимовича Степашина в части поддержки Краснодарского края именно по переселению из ветхого жилья заставляет приложить максимум усилий, чтобы все это состоялось. И никаких причин и оговорок страны или местной власти, и региональной я не приемлю. Потому что на самом деле, наверное, главное, что сегодня власть должна сделать для людей. Дать возможность им жить в нормальных человеческих условиях. После беседы Вениамина Кондратьева и Сергея Степашина продолжилась уже в кабинете руководителя региона. Здесь обсудили условия дальнейшего сотрудничества. Степашин рассказал, что фонд ЖКХ и дальше будет оказывать поддержку, чтобы снизить финансовую нагрузку регионов.